Вас приветствует служба доставки 500 душевок. С целью улучшения качества обслуживания ваш разговор может быть записан. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Вечер вам добрый. Оформить доставочку еды сегодня. Есть такая возможность? На этот телефон, который звоните, да? Да, да, да. На Саральчук Валерий Алибардович. Запишите. Можно, да, оформить? Я просто пишу, Валерий, в каком городе находитесь? Не, не, на Саральчук Валерий Алибардович, Москва. Петро какое ближайшее? Меденха. Улица? Да, да, да. Насральчук Валерий Альбертович, вы меня запишите, я вам уже делал доставку. Я еще раз говорю, доставка какая адреса? Да, да. Улица, да. Это самое, вот здесь Толково, школа, вот эта самая улица-то. Какая улица? Улица какая? И номер дома? Я вас услышал. С Колковской шоссе 13. С Колковской шоссе 13 не может быть около метро ВДНХ. Не понял, повторите, Света, не слышу вас. Вы сказали метро ВДНХ, с Колковской шоссе не может быть около метро ВДНХ. Не понял, смысла не может быть. А при чем здесь ВДНХ? ВОДНХ, возле Древних ЕТОВ. Вы мне сказали, я спросила, метро какой вы говорите, ВДНХ? Вы что, издеваетесь, что вам сказал это? Я вам сказал, С Колковская шоссе 13, возле Минского шоссе. Вы не спрашивали про метро? Зачем метро? Я на метро не езжу. Мне метро не надо ничего везти. Мне метро нужно ближайший какой? Так, кстати, зачем оно вам нужно, метро? Позвоните в метро, если вы его ищете. А я вам при чем здесь? Вы мне доставку оформить можете? Мне надо для где локации метро. Можете сказать, какой вам ближайший? Совсем не представляете, какой. Я же вам сказал, С Колковская шоссе 13, Светлана. Дом 13. Это что, жилой дом? Это жилой дом. Я здесь нахожусь сейчас. Подъезд, этаж, квартира. Да, Насуральчук, Валерий Альбердович. У меня здесь указано. Квартира, подъезд, домофон, этаж. Да, первый подъезд у меня. Этаж 14. Мегаплитка. Квартира, домофон. 54-я квартира. Домофон есть. Домофон какой? Да, Samsung. Кто какой? Домофон какой? По квартире? Ну, у меня есть, да. Здесь домофон, но я не пользуюсь. Заходите просто, мне открытая. Дверь открыта, хорошо. Открыл. Я сейчас открою, пойду, покурю заодно. Да. Кто хотели заказать? Мне надо еду, чтобы это была еда действительно настоящая, чтобы я доелся нормально. Какой ассортимент сегодня предоставляется для меня? У нас есть либо пицца, либо роллы, либо лапша в коробочке. Лапшу мне не надо. Я вам тут не этот самый. Давайте нормальную еду с пиццей разберемся. Есть пицца, есть пицца, есть роллы. Другого у нас нет. Я вам про пиццу речь наведу, а не про какие-то макароны. Мне вот эти ваши макароны не надо. Есть пицца студеная? Зараза. Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Prefire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Prefire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не озолотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Вас приветствует служба доставки пицца сушилок. Айди ты. Абратарин, здравствуйте. Да, да, я вас не слышу. Представьтесь, полное имя, отчество, чтобы я к вам обращался нормально. Меня Валера зовут. Насральчук Валерий Алибардович. Вечер вам в хату, родные мои. По поводу еды, да, обратился. Имя ваше. Да, все-все добро. До свидания. Не слышу. Пидорец. Гудка, сука. Насрал. Сука, что, голодным сидеть, чтобы, блядь? Вас приветствует служба доставки пицца сушилок. Здравствуйте, пицца сушилок, оператор Гелян. Да, да, Светлана, вечер вам добренький. Рад приветствовать вас в этот прекрасный вечер. Насральчук Валерий Альбиносович вас приветствует в это прекрасное время, прекрасную пору года. По поводу пиццы в диалог повести. Да, пицца, пицца интересует меня. Угу, хорошо. Как вас зовут? Насральчук Валерий. Насральчук Валерий Алибардович. Валерий, угу. Да, Насральчук фамилия, это моя, это не кличка. Запишите. Угу, хорошо. Адрес доставки вот такой, туда и введем в город. Да, Москва у меня город. Минское шоссе. 64-й. Квартира 64. 64-й, 6-я, дом. Минское шоссе. Какой город у вас? Москва, Москва. Замкат. А где нету Минского шоссе? А куда ж оно делось-то? Вы вообще, я смотрю, некомпетентны. Да, вы вообще сами откуда? Ну, как это нету? Какое это отношение имеет к заказу? Ну, дело в том, что я москвич коренной просто. Минское шоссе у нас уже давно. То есть, 6-я, Светлана, да хорошо. Дом номер еще раз. 6-я. Да, секунду. Да, да, Светлана, я подожду секунду. Алло. Какие-то сложности возникли. Давайте решать вопрос. Я просто кушать хочу, поймите меня правильно. Алло. О, как они поступают. Сбрасывают, да? Горбуншова. Горбуншова. Улица. Москва. Горбунова, улица, Москва. Москва. Горбунова. Записали? Продолжаем диалог. Все, Горбунова, улица, да, доставку оформляем, Свет. Это возле этого самого, Барвихинская улица, тут у меня дом. Что, начинаем или так? Подождем, посидим, подумаем. А, все доброго, до свидания. Козел. Насрал. Утки, беда. Клак, 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 клак. Алло. Алло. Да, Марина Андреевна, здравствуйте. Алло, кто это? Да я друг вашего мужа. Опять он напился, вот в песочнице сидит и гранится. Катя, выключи музыку. Катя! Алло. Марина Андреевна, здравствуйте. Здрасте. Да, да, я говорю, друг вашего мужа, он, говорю, пьяный, вот опять сидит в песочнице, играется и уже, по-моему, уснул. Какой друг? Это я, Георгий Довожилов. Из первого. Навожилов? Ты дебил, ты, а нафига ты номер скрыл? Да я звоню тебе с этого самого, ну не со своего номера, говорю, твой опять напился в песочнице. Нет, по-моему, ты что-то мне приписываешь, он... А что, а как ты видишь, как ты мне... Так, наложила, опять ты эту пиздер включил? Ты откуда знаешь? У тебя окна вообще на... Да я вот тут был только что, проходил рядом, смотрю, сидит уже никакой твой опять, в песочнице вот, я с первого вышел, прошелся, смотрю, сидит пьянющий уже, нажрался мне. Ну так иди возьми его, твой собутыльник, твой собутыльник, иди бери его. Марина, Марин, ты забери его, а он вообще там никакой, а? Я его обоцанного опять никуда не пойду. Вы мне в прошлой неделе что сказали, когда я хотела с вами прийти? С вами прийти, что ты мне сказала, а? Нет, Марина, нам с Кисей вдвоем надо побыть, ты мне как сказал? Ну ты все, да, нет, я уже не хочу с ним, он пьяный. Сам эту обоцанную тушью и таскай, понятно? Вы, когда... Не надо мне он, пусть лежит там, в песочке, блядь. Да, когда у вас просил, а на прошлой неделе что ты мне сказала, когда я тебе пришла, музыку попросила убавить ночью, что ты мне сказал? Что? Что ты мне сказал? Пошла на... Твои слова, понял? Все. И что? Так а я... Ну хочешь, я сейчас приду, извинюсь, сексом займемся? Где? Где? Ну как где? Ну к тебе приду, сексом хоть займемся, так сказать, извинюсь за свои вот эти слова. Сейчас я так... Алло. Где? Не вижу я никого тут. Не понял. С окна. Нету его. Смотрю я с окна, нету никого. Что ты мне... Кого нету? Твоего что ли? Нету никого. Во дворе никого нету. Что ты мне припил? Так я вон, а ты меня не... Так, опять набухался, да? Да нет, я отошел просто здесь. Это самое. Хочешь, приду, сексом заниматься будем. Опять по синьке напился, ясно. Понятно. На какой я напился? Я просто тебя люблю, понимаешь? Я тебя люблю давно. Влюблен в тебя. Понимаешь, любимая? Мариночка, я тебя люблю. Ты сбил, нахер ты меня... Нахер ты меня восстановишься. Это ты, что ли? Ты че делаешь? Я, блядь, молодец! Че, блядь? Че, блядь? Че, блядь? Да иди ты... Че за бред там, блядь? Да, я вас слушаю. Да, здравствуйте. Я по поводу номера узнаю. Вот сейчас с Москвы прилетел к вам, хочу переночевать. Сколько стоит, если свободные номера? Смотрите, стандарт 280 евро без завтрака. Не, а рублями можно, то у меня евро-то нету. Нет, к сожалению. Евро только, да, и все? Можно евро-доллары, да. Я понял. Хорошо. А рубли не принимаете у вас, да? Нету такой возможности. Да, ну разве что в обменниках есть и там обменяете, и все, у нас нет. Ясно. А что у вас там, люкс-номер есть вообще какой-нибудь интересный, там с бассейна может что-нибудь? Ну, у нас бассейн до всех общий, а номера есть люксы, да, полу-люксы, есть апартаменты. А сколько евро тут это вот? Смотрите, где-то 840 евро за двухкомнатный люкс, а попроще это где-то 340. А, 340 евро, да. Ну, чуть-чуть, да, да. Ну, это как стандарт, но он чуть-чуть больше, и плюс там входит в клуб, клубный доступ как лаунж для гостей. Ага, ну это прекрасно. То есть я, по сути, могу приехать, познакомиться с девчонками там, да, потому что я сам с Москвы прилетел вот на, ну, так сказать, ну, посмотреть, как тут вообще у вас интересны эти самые архитектурные вот эти вот места, что называется, да. Вот, схожу здесь, брожу, сейчас просто интересно, вот давно не был в Киеве, вот интересно вот это вот на рыбальском острове, сейчас тут на рыбалку с мужиками собрались, в бане уже взяли баньку, тут девчонок сейчас это самое, к вам хотим приехать. Сегодня есть у вас два вот это президентских номера, люкс, пол-люкс? Нет, к сожалению. Нету, да. Два не будет. Айка этот, ну, хорошо, а у вас там двухспальняя кровать хоть? А как вас зовут? Мне Валерий Альбертович. Да, все правильно. Насральчук Валерий Альбертович. Я вас понял, ну, приезжайте. Ну, ладно, хорошо, до свидания, всего вам доброго. До свидания, даб-даб. Даб-даб. Блядь, узнали, а? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете, да, понимать меня нормально, чтобы пообщаться? Да, я вас понимаю, что в речи. Добро. Значит, я хочу узнать, у вас отель номер приехал. Вам как едно, ну, на одно особо или на два? Ну, мне можно на двоих, чтобы на два. На двоих. Да. Хорошо, есть свободное, смотрите, 250 злотых. И если завтрак хотите, то еще плюс 30 злотых. Ага. Не, я понимаю прекрасно. Да я просто с Москвы прилетел к вам в Польшу. Вот тут, это самое, погулять, походить, посмотреть, что тут. Вот, на три дня. И будет у вас три дня, если вы взять? Да, будет, но смотрите, здесь же вы знаете, что вы набрали в город Швёдошлёнское. Кого? Швёдошлёнское, это, ну, как город такой под Вроцелом. Не, я знаю, да, я же вот правильно, я просто вот увидел как раз вот возле вашего Арден, правильно? Арден, так, так. Вот, я вот прям тут гуляю, в Швадошлорске, вот это самое, здесь был туда-сюда, это самое, у меня просто здесь это недвижимость, я тут купил вот недавно по скидке, вот это самое, Амора, вот это все, Мио Пизерия. Знаете, да, Тратотыра? Не, 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 не знаю. Не знаете, да, я безусловно. Хорошо, смотрите, если хотите, то, ну, как, завтра или когда вам там приехать нужно, то... Я уже здесь, мне бы завтра, а бы вот с утра прям, да, на три дня. Слушай, если что, подъедете в отель тогда уже. Хорошо, а рубли принимаете? Нет, 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 только золотые. А, а что, рубли вас вроде бы принимали раньше? Нет, 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 у нас нет. Нету, да? То, пожалуйста, я же говорю, если это, то только злотые. Ну, пони, нет, а у меня есть злотые, просто тут я шел, а тут Бобер, Курва, Пердули, ну, напал на меня, лес вышел, постром, встать он. Приезжайте. Да я уже здесь хожу, смотрю, что тут у вас вообще, купить можно. Ладненько, ну вы тоже там не серчайте, я тогда приеду с другом, и тут еще девчонки есть там у вас, нету? Нет, у нас такого нет, нет, мы такого нет. Нет, пригласить, чтобы со мной поспать, отдохнуть. Нет, нет, у нас нет. Нету, да, девочек, никаких? Нет, у нас такого нет, это вам другое, может, место нужно, нету. Ну, понял, ну, а у вас тут есть, да, Пердули, это самое, сыр, у вас сыр? Нет, нет, я не знаю такого нет. Не знаете? Ну, тогда я с вами отдохну там. Нет, 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 все, хорошо, спасибо. Ну, ладно, да, до свидания. Дать Таня. Ну, до свидания. Бррр!